Ну что, друзья, всем привет, с вами, как всегда, Клауд И это, собственно говоря, еще очередное упортое видео В котором мы будем проявлять некоторые ваши идеи, мифы и тому подобное И для этого мы потихонечку двигаемся в сторону воды Которая находится, в принципе, о, да, здесь прыгнем Уииии Че-то не очень пошло У этой машины амфибия нету задней ухода, поэтому приходится вот так вот и в том снимать Эта машина очень прикольная, она может вот так вот заехать в воду и ехать дальше И можно при этом управлять нормально ей кататься Кстати, вот на такой машине амфибия, чуть-чуть более простой модификации Мы катали с Сорзом у него на канале, можете пойти посмотреть, достаточно забавная гонка получилась Ну а мы, ребята, приступаем к нашей тече, так что, ребята, погнали Итак, друзья, что я хотел проверить Во-первых, у меня возникло желание проверить, как будут ввести себя объекты, скинутые в воду Потому что вот этого мы с вами, по-моему, не тестили, как-то упустили И давайте посмотрим, что можно с этим сделать Тестируем? Давайте Не сильно, да? А давайте попробуем так, чтобы, ну, прям вообще сильно-сильно Я думаю, мы просто банально упадем, допустим, вот на такой фигне Давайте проверим вообще, как она плавает Ну, у нее почти такая, знаете, плавучесть, ну, близко к нейтральной Так что, я думаю, будет нормальный тест Поэтому садимся, в принципе, на нее сверху Вырубаем визжок Поднимаемся максимально высоко Ну, не то, чтобы совсем максимально Я думаю, что хватит примерно на полмира И мы сейчас резко падаем Смотрим, что будет происходить Глубоко ли мы войдем в воду Глубоко вошли, кстати А что происходит, если я сам падаю? Бум! И у меня, видите, нейтральная плавучесть Хорошо, друзья, а что, если мы сделаем в следующем образом? Мы попробуем сделать вот такую палку На конце поставим пенопласт И попробуем его, допустим, скинуть сверху Ну, окей, он тоже будет бесконечный, да? Как видите, у этого пенопласта есть минимальная система При которой все равно надо постараться прыгать По-моему, будет прыгать бесконечно, да, вот он стал Иногда даже немножко подпрыгивает выше А если кубик вот такой Скинуть обычную зелью, то вот он так не может Хорошо, друзья, идем дальше И, в принципе, главное посыл этого видео Я хочу сделать корабль, который будет иметь тягу За счет живой силы Но дело в том, что, к сожалению, в креативе В модах я тоже этого не видел Нету-ка никакой кукурузы Вот я пишу слово кукуруза Ее не находит Как бы корова есть, вот она корова Корова как бы есть, но, к сожалению, кукурузы К этой корове нету Понимаете, в счете, все проблемы Порываю Ну, она какая-то волнистая В смысле, такая, как желеобразная корова Хорошо, друзья, хрен с ними, с этими коровами Но у нас еще есть слизни, которые тянутся, в принципе, картона Поэтому давайте попробуем сделать следующую вещь Как видите, эта машинка будет на свободных колесах Далее мы с вами берем, собственно говоря, нашего слизня У нас теперь тоже есть Ставим его, допустим, посередине Пока не вскрываем Делаем небольшой заборчик, чтобы он никуда не убежал Допустим, ну, как-то вот так Убираем с подъемника Берем обычный картон, который он кушает Ставим перед ним Разбиваем капсулы Смотрим, что... Так, Юстон, подождите, у нас проблема Тихо-тихо! Ешь мой картон! Так, чё-то как-то пошла не по плану Он улетел Так, стреляем Слизень видит блок И слизень поехал! Ты куда? Он угнал мою... Он угнал мою машину, ребят Чё за фигня происходит? Мы сейчас проверим, будет ли он плавать Смотрите, он... Он перевернулся Слизень? Так, где мой слизень? Он упал вниз Блок он съел... Он съел блок, ребят, ещё, помимо прочего Собака Хорошо, друзья, давайте сейчас проверим Чтоб он ровно заехал туда вниз Посмотрим, что будет Так, открываем слизни Говорит, я сказал, так Он угоняет мою тачку Поплыл, да? Поплыл? Под нищу поехал Так, подождите Проблема в том, что у нас эта штука, по-моему, почти не плавает Слушайте, ну... Он с такой скоростью толкает эту тачку Что просто прямо офигеть можно Я думаю, что нам нужно в этом эксперименте Больше плавучести нашему, типа, кораблю Такой машине АФБ получается Поэтому повышаем плавучесть нашей конструкции Давайте ещё немножечко повысим где-то вот так Ну, в принципе, это идея рабочая, ребят Не обманули, как говорится Скрываем слизни, давайте Так Он находит картон Поехали Плывёт Поплыло Слизень где? Он толка... Он толкает... Он даже, наверное, выйдет сюда наверх, да? Он толкает, смотрите Он причём даже под нагрузкой толкает в горочку Офигеть, ребят Слушайте, так получается, можно взять классный себе корабль с этим слизнем И подаль... Подаль... Ты куда угадал? Какой он мощный, ребят Смотрите, я не могу его догнать просто вообще Чтобы догнать, мне нужна такая же отмороженная тачка Поехали Взял и угнал мою тачку Для тестов А куда он уехал? Все, ребят, походу, следим А вот она, тачка, вот, все нашел Фух, я думал, что уже совсем проблем Все, дальше он, видимо, не может Потому что уперся в какое-то дерево И тут уже проблемы с этим, смотрите Офигеть, то есть реальная идея классная Без капсулы А корова что, все? Ведь у коровы нейтральная плавучесть А если я стукну корову? Под водой даже какой-то звук другой, слушайте И, по-моему, такой же Так, подождите, идея прикольная, но она не сработала Вся проблема в том, что я разбиваю не тем, понимаете? Поэтому давайте сделаем все-таки корову достаточно большая Нам нужно большой достаточно плод сделать Ну, скажем, примерно такой Хорошо, ребят, скроем корову, смотрим Так, корова стоит Хорошо, корова Сама напросилась, как говорится Давай теперь корову приделаем двигатель Куда-куда-куда пошла? Она Корова А, она тут дурацкая Получается, что корова неадекватная В смысле, корова-то адекватная Неадекватная физика Она, видите, как блок стоит Как всплыла, так и стоит, видите, блоком Итак, друзья, вот такая штука у меня получилась Давайте проверим, плавает ли корова В смысле, она должна плавать в теории Давайте сначала стрелим, наверное, вот эта штука Я могу стрелять хотя бы с воды? Могу Все, нажимаем Так, корова поплыла, хорошо У коровы передумала Она ускоряется, догнать я не могу А может с коровы с тобой поплавать? Так, мы с коровой куда-то плывем, видимо, этот берег Да, у нас очень много тут коров различных Ну, экспериментирую, я экспериментирую Слушайте, ну я думал, что это будет как-то поприкольнее Давайте попробуем Двигатель можете поднять По максимуму О, господи, вы же мой Ну, это как бы прикольно С одной стороны, с другой стороны Ну, это просто корова Я думал, будет как-то прикольно, что он будет как-то плавать Но, блин, ладно Пускай будет тогда плавать эта хрень Мы и запустим Пускай сам по себе и плав Собственно говоря, и плавать Пока А, он на корову согрался У нас проблемы, Хьюстон Он не может его бить, потому что он в воде находится А, по-моему, этот монстрик Он, когда в воде находится Он, собственно говоря Ничего не может сделать Немножко еще извращение Я хочу посадить корабль из картона И посадить на него слизни И посмотреть, что будет Ну, тоже даже прикольно, мне кажется, нет? Хорошо, друзья Вот такой вот корабль Не верю, что будет, правда, плавать Но давайте посмотрим Посадим тут, наверное, побольше слизней Чтоб они вот сгрызли корабль Когда он будет плыть В принципе, можно сделать, чтобы он реально плыл На небольшой скорости Давайте поставим ему какую-нибудь турбинку Ну что, ребята, давайте посмотрим Будет вообще он плавать Потому что есть сомнения у меня Ну, вроде плавает Вот то, что я боялся Можно переворачиваться Посмотрим, посмотрим, посмотрим Как всплывает Ну, вроде же, похоже на корабль Видите, какая проблема в игре Вот Это вот бесит реально Ну вот, ребята, наконец-таки Почти нейтральная плавучесть получилась В смысле, не нейтральная плавучесть В смысле, что он вообще Не поднимается Но опять же Жопа кверху поднимается Итак, друзья Вроде у нас получилось С чем нас всех поздравляю И давайте поставим слизней Чтоб они сажали корабль Когда он будет плыть Поехали Ну, они все равно должны кушать корабль Они его кушают Но проблема в том, что корабль Себе неадекватно опять ведет Почему он вот так вот себе ведет Я же двигатель передключил Что за бред вообще Реально сложно построить Капец просто Хорошо Давайте два поставим То я уже не уверен в успехе Ну, они кушат корабль или не кушат? Ребята, они наконец-таки не кушат корабль Давайте перезапустим двигатель Может быть это мешает, конечно То, что двигатель работает Ну, попробуем Так Я хочу посмотреть Смогут ли они, допустим, кушать весь корабль Так, чтобы он утонул Просто мне реально интересно посмотреть Вроде потихонечку там кушает А-а-а-а Тем временем корабль бред потонул Я только машину заспавил Чтобы последить за ними И корабль Начал уже почему-то тонуть Ну, как видите Сложность сделать Потому что корабль Как-то неадекватно ведет И там подобное А задумка-то была неплохая, ребят Ну, почему-то все пошло Как всегда через жопу Хе-хе-хе А-а-а Видите, что происходит? Смотрите, они двиг... А-а-а Теперь, ребят, понятно Почему происходит С этим проблема Они, когда жжут Они пытаются куда-то идти Двигают корабль И вот он Переворачивается То есть Идея была хорошая Но У нее проблема, ребят С реализацией, по сути Давайте, знаете, что сделаем Просто небольшой Маленький эксперимент Хорошо Запускаем еще парочку Этих тварей Но, мне кажется Не прокатит А, ну, опять Будет его как-то криво двигать Че, возьми, куда-то улетел По сути, по всему Хе-хе Вот они его кушают Но они его толкают опять Видите, что происходит То есть корабль просто так Ну, к сожалению Не полагает Хе-хе Что там, блин, происходит? Просто здесь Ладно, хрен с этим, ребят Сто нормальный Плавочек корабль И делаем тягу На одном из слезней И что пойдет корабль Они не смогли съесть Но боюсь, что будут Проблемы с плаванием Ну, надо тестировать, друзья Надо тестировать Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо, друзья И на расстояние И на расстояние Примерно в один блок Мы поставим картон Давайте проверим Будет ли это работать Дальше будем переделывать И делать модификации Я хочу, чтобы еще Карабель мог еще поворачивать Так, хорошо Ползет Плывем? Ну, плывем Ну, один слезень Видимо, не может Нормально протолкнуть Смотрите О, господи, боже мой Давайте попробую еще Неслить за спамять Чтоб поменяется Два слизня Две лошадиные силы То есть О, на двух Охренеть, как на двух Паши Смотрите На двух Слизнях Просто Бомбически круто Смотрите Вот это скорость, ребят Вы только посмотрите Скорость Да блин Даже на двигателях Так не сделаешь Что ты, конечно, сделаешь Хорошо, ребят Теперь у нас тактика номер два Нам нужно, знаете, что сделать Нужно сделать так Чтоб эта картонка Двигалась Также нам нужно Теперь нужно сзади Получать сидение Это уберем Чтоб не мешало поршню двигаться Да То есть этот поршень Будет выдавливать блок Далеко Чтоб он уже Не терял контакт Слизень Чтоб слизень Терял контакт А если захочу Повернуть, допустим, направо Мне нужно сделать так Чтобы сюда Кубик как-то присоединялся Наоборот Поэтому мы сделаем Наверное, в следующем образом Мы поставим стаблок Все, конечно, смогу поставить Очень сложно поставить его Вот на такую длину Поставим поршень Поставим корм С этой стороны сделаем Наверное, то же самое, да? Так, ребята, хорошо Давайте посмотрим Просто посмотрим Будет ли работать сейчас слизень Чтобы все нормально На какую сторону Вообще поплет Мне интересно Пошел вперед Отлично Поэтому высаживаем пассажира Теперь давайте делать кнопки По сути Нам нужны с вами Три кнопки Одна кнопка будет отвечать За первый блок Чтобы не двигаться вперед Если нужно И кнопка слева Кнопка справа Нас будет отвечать За блоки Которые будут передвигаться Причем для удобства Надо сделать так Это будет у нас Первой кнопкой Это будет газ А это будет кнопкой второй Соответственно Подсоединяем вот сюда Это на правую сторону Будет двигаться Это на левую Хорошо, друзья Настало время проверки Господи Какую я тюнь Делаю Потихонечку плывем Да? Давайте попробуем Брать скорость И надо нажать направо Подходит к правому блоку Мы поворачиваем Хорошо Только пока не сильно едем Наверное потому что Все таки нужно 2 слизни ставить Один к сожалению Все таки еле тащит Эту лодку Два слизни ребят Замечательно Аааа Почему мы Ааа Блин слишком близко Блок спустя расположен Он пытается Все таки нужно блоки Стать подальше Потому что он пытается До него добраться И меня получается Вот так вот закручивает Ребята Он на кастике Образумился Все нормально Так убираем передний Включаем правый Все Отключаем передний Давайте Поверем налево Может быть Они тогда подвинулись Ай 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 Все там очень плохо работает Так получается У них радиус этих блоков Достаточно серьезный Поэтому нужно будет переделать Нужно эти штуки Посадить подальше Толкаем Ребят Толкаем Работаем Только что-то корабль Перестал нормально плавать Почему-то Очень странно Хотя вот здесь Сделано из максимально Плавучего дерева Но вот как-то так Получается Хорошо ребят Смотрите Допустим Хочу повернуть направо Нажимаем правый блок Убираем передний Мы поворачиваем направо Хорошо Убираем Мы двигаемся дальше Вперед Да Но почему-то Элли Стало очень плохо плавать Возможно На сей день Настолько тяжелая хрень Что просто Мы не плывем Даже вот эти Двое чубников Не могут нормально Протопнуть лодку Но мы плаваем Это самое главное Я могу Даже допустим Налево Смотрите Так Повернул Да Надо будет Наверное все-таки Повыше там построить Но мы плывем Ребят Смотрите Все О Стабилизировались Ребят Стабилизировались Так Прям Я хочу Налево Повернуть Налево Убираем Так Отлично Выбираем блок Но надо успевать Менять блоки Потому что Вот такая штука происходит Да И когда Переворачивает У нас Они могут Выпасть Эти слизни Поэтому Она должна Делать их повыше Повыше стеночки Чтобы все было хорошо Смотрите как классно работает Да я думаю Должнать Возможно Даже какие-нибудь Стеклянные блоки Поставить Потому что У нас очень Там тяжелый Назад Половился Пускай так Это будет Так Нам срочно Повернуть направо Давайте Ворочим направо Убираем Слизни Направо бежим Направо 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 Все Отпускаем Господи Какая дича Вообще Вот это Вот Что-то пошел Уже не так Они А Ну у нас Уже Превернули Ну то есть В принципе Есть вопросы Как к всему Это возможно Есть смысл Слизни Как это Закрывать И тому подобное Ну в принципе Это рабочая схема Она работает Ну реально В принципе Халявная тяга По сути получается То есть В принципе Если только Стольте корабль А Никого топлива Ничего подобного Вам не нужно Ну если что Картон опять Наделать И видите Плает достаточно Серьезно Так корабль Мне нравится Не ребят Смотрите Реально Очень быстро тяга Прям плавает Очень хорошо Корабль Давайте будем Сейчас 5 повернуть Отжимаем Нажимаем Поворачиваем Главное Вовремя отпускать Зачем быть проблема Они вовремя Среагировали Пускаем заранее Вот так вот Ха-ха-ха Она работает Конечно да Можно сделать Наверное Более Классный Тяга Но давайте Модифицируем Моточку Последний раз Пробуем Сделать ту схему Которая говорила С помощью маятника Что ребят Вроде Должно все Классно работать Поставим Теперь на воду Нашу конструкцию Даже скорее всего Будет легче управляться Но это не точно Ребят Поэтому мы сегодня Экспериментируем Делаем сразу Двойную тягу Чтоб не мучиться Попробуем плыть Опускаем вниз Они бегут вперед Толкают нашу лодку Да Смотрите Все работает Теперь давайте Попробуем влево повернуть Посмотрим что будет Ну как-то не толкает Влево Как-то слабоватенько Да получается Давайте попробуем Брать блок Посмотрим Остановится ли корабль Еще очень хороший вопрос А вам и нет Хорошо давайте все-таки Больше сделаем 30% Вот блок ребят Вот блок Давайте лево повернем Поворачиваем Поворачиваем ребят Поворачиваем налево Было только что Так у нас небольшие проблемы Мы ребят перевернулись Ну блин Ну походу работает Блин А что и корабль перевезем Итак Делаем 25% Должны в стере поворачивать Ооо Ребята Прям идеальный процесс Смотрите Прям классно поворачиваем Смотрите как классно сделано Идеальный корабль Я тебе это сделал Идеальный корабль Он реально классно поворачивается Только на это посмотрите Только такой звук Ням-ням-ням-ням-ням Смотрите как классно поворачивает Нажимаем направо Не дебят поворачивать Поворачивает нормально И мы не переворачиваемся при этом Ну сравнительно конечно Давайте попробуем Развернуться налево Можем это сделать Слушай какие-то баги Небольшие происходят Видимо они как-то друг друга Толкают И какие-то баги Слушайте налево Не могу уже повернуть Смотрите А не поворачиваем Так Так Нет все таки Ребят Не все идеально работает Есть проблема Слушайте ну почти работает Ребят почти работает Слушайте я внутри корабля Кстати кто-то не понял Она почти идеально работает Как видите немножечко Непредсказуема То есть бывает корабль Все таки переворачивает Возможно в идеале С одним слизнем Он конечно будет не так Хорошо ехать вперед Но будет более адекватная работа Давайте проверим С одним слизнем Так С одним слизнем В принципе мы плывем Когда всплывет корабль Нормально Давайте попробуем повернуть налево Допустим Сможет он Блок этот видит Налево мы поворачиваем Ну в принципе поворачиваем В теории да Да С одним слизнем Немножко получше стало Потому что с двумя слизнями Были по этим проблемы Так Толкаемся вперед Ну в принципе плывем Ну да С двумя слизнями Просто получается Какая-то непредсказуемость А с одним слизнем В принципе предсказуемо Но у нас проблема просто здесь на банане Что он очень плохо толкает вперед Как видите, совсем почти не толкает Поэтому всегда хочется спауниться в хорошей жизни Потому что, блин, два слизня это круто Это вдвойне круче Давайте посмотрим, какую часа скорость Ну сразу другая скорость стала Смотрите, как прем Просто офигенно Давайте сейчас попробуем повернуть Так, поворачиваем немножечко В принципе, можно как-то пытаться повернуть Но очень опасно, ребятка К сожалению, очень опасно Господи, боже мой Ну это прикольно, на самом деле Ну в принципе, налево поворачиваем Видите, все нормально Но они могут забаговать И они могут вас просто банально перевернуть Я пытаюсь даже развернуться, смотрите Получается, один слизень толкает вперед Другой немножечко вбок И ну получается, мы тут даже развернулись Мы тут даже не перевернулись при этом По-моему, это круто Очень, конечно, забавная технология Ну что, ребят, на этом будем закрепляться Здесь вам было интересно С вами был Клау Вот такая небольшая дичь была на канале Всем спасибо за просмотр Всем пока